Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. Мой руководитель влюблён в меня, ему 45. Он влиятельный человек, серьёзный, строгий, очень обеспеченный, женатый. Заметил он, что немного смещается при виде меня, улыбается сильно, как-то молодится по муделу, по муделу, наверное. Но, у нас не может быть отношений, ни я, ни он, не хотим и считают неправильным. Кто вы или он... Мне 30 лет, он может мне помешать карьерному росту и за невозможностью быть со мной, может слиться и вымещать на мне. Как мне вести себя, чтобы показаться ответственным сотрудником серьёзной позиции и при этом не отталкивающей его и не дерзкой. Да, вопрос здесь, конечно, с одной стороны непростой, с другой стороны есть... Несколько нюансов, которые, наверное, вызывают вопросы больше. Вы пишите, мой руководитель влюблён в меня. Откуда вы это знаете? То есть, если человек вам об этом прямо не говорил, то... Что именно он влюблён, ну, говорить не приходится. То есть, если человек прямо вам не сказал, что он влюблён в вас, то то, что вы говорите о его влюблённости, это ваша проекция и интерпретация, возможно, неправильная, того, как он себя ведёт с вами. То, что он молодец и так далее, ну, может быть, связано просто с совсем другими, скажем так, его мотивациями. Дальше. Ему 45, пишите вы, какое это имеет значение, что ему 45. Вы пишите, он влиятельный человек, серьёзный, строгий, очень обеспеченный, женатый. Опять же, что бы в это вкладывать? Случайно ли вы написали, что он женатый в конце? Вот. Заметилось, что он немного смущается при виде меня, улыбается сильно, как-то молодец. Но, опять же, вопрос, что для вас это значит? Ну, молодец, ну, смущается. Как бы... Почему это... Ваши... Проблемы? У нас не может быть отношений, ни я, ни он, не хотим и не считаем это правильным. Ну, всё же. Если это так, то... Проблем не возникнет. Не возникнет. Ну, по крайней мере, у вас не возникнет проблем. Другой вопрос здесь, который нужно рассмотреть. А как у вас с личной жизнью? Потому что, если у вас личной жизни нет, если у вас нет партнёра, да, романтического, семейного, то есть супруга, то вы свободны. И, естественно, то, что вы свободны, создаёт и для него соблазн, и для вас. Потому что, я думаю, что вы понимаете, что если человек испытывает к вам какие-то чувства, значит, ну, в его семье определённые проблемы. Да, может быть, из своей семьи он и не уйдёт, безусловно. Но от своей жены не уйдёт, не разведётся. Потому что, ну, если он влиятельный и так далее, то это не очень хорошо. Ну, вот, ну, от отношений без обязательств это его не обязательно остановит. Да, вы говорите, ну, что у него ни я не считаем, что это правило мы не хотим. Вот. Ну, вы не можете говорить за него. Вам бы лучше здесь больше про себя. Вот. Чего хочу я, и чего я не хочу. Потому что, как правило, подобные ситуации сталкивают человека лишь с тем, с тем, что он не такой, как о себе думал. Это касается и вас, это касается и мужчины. Но самое главное, конечно, что это касается вас. Вот. И вот вам здесь нужно заметить, да, собственно, чего же вы хотите. Вот. Вы не хотите с ним отношений и так далее, потому что у вас нет чувств. Или потому что вы считаете это неправильно. Правильно, неправильно, это очень относительная история. И вот то, что вы спрашиваете по поводу того, может ли он вам помешать и так далее. Как раз таки появится, если вы будете считать, что это неправильно, но будете этого хотеть. Сейчас касается, опять же, как вас, так и мужчины. Вы пишете, что мне 30 лет. Какое это имеет отношение к делу? Какое значение вы придаете? Собственно, потому что вам 30 лет, пока не ясно. Что касается вашего вопроса, то я бы сказал, что очень сильно это напоминает проекцию. То есть говоря бы о том, что вот он может помешать, но эти же мысли пришли к вам. Значит, это у вас возникла какая-то тенденция злиться, вымещать злость и так далее. Вполне возможно, что злитесь вы из-за того, что вам бы хотелось, но вы не можете, потому что считаете это неправильно. Я думаю, что в такой ситуации, либо с психологом вы можете выразить свои чувства и прожить их, чтобы как-то лучше понимать, что с вами происходит. Либо мужчине сказать прямо то, что вы чувствуете и так далее. Потому что вот эта история, что неправильно, да? Вот. Ну, эта история выглядит как оправдание. Вот. То, что не хотим, но опять же, от чего не хотим? То есть... Как мне себя вести, чтобы показаться ответственным сотрудникам серьезной позиции, при этом не отталкивающей его и не дерзкой? Я думаю, что вы ставите задачу, знаете как, не совсем адекватную, идеальной быте хотите. Я не думаю, что эта позиция, она... Возможно. Если вы ответственный человек, как вам и сказали уже коллеги, то если вы ответственный человек, вы и будете ответственны. Но важно понимать, что ваша ответственность не то, чтобы интересует мужчину, если у него к вам есть чувства. Идея здесь в том, чтобы быть собой. А быть собой, значит, и оттолкнуть его, если что, и дерзко быть, если что, и так далее. Это все включается в естественное поведение. Другой вопрос, что импульсы, которые у вас возникают, вы можете не осознавать. То есть вы можете считать те или иные импульсы одним, а на самом деле они имеют совсем другое значение и другой вектор. И вот чтобы этого не произошло, чтобы этого не происходило. Ну, наверное, ваша задача как раз в том и заключается, чтобы вот как следует в этом разобраться и как следует это преследовать, да? Чтобы вот как-то, ну, лучше, может быть, понять то, что хочется вам, то, что нужно вам, вот, а в чем нуждаетесь вы и так далее. Какое-то, 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 какое-то значение. А я бы, конечно, придал бы тому факту, что вы боитесь, что вам помещают. Мне кажется, что в определенной степени, то, что вы боитесь, что вам помешают, это некоторая такая, если хотите, ваша собственная проблема, которая идет, ну, скорее всего, из, знаете как, из вашего прошлого, да? Вот, то есть это то, что не имеет, как такового отношения, на мой взгляд, к данной ситуации, к текущей ситуации, это отношение, на мой взгляд, не имеет. Вот, вот, это имеет отношение к вашему прошлому, это имеет отношение к вашему восприятию, скажем так, своей карьеры, своего, ну, профессионального, скажем так, развития, да? Вот, своего профессионального, ну, продвижения, если угодно, если хотите, вот, и так далее. Вот, на мой взгляд, на мой взгляд, это то, что, то, с чем мы имеем дело на самом деле, ну, по факту, по факту, вот, как мне видится, по крайней мере. Вот, и, соответственно, соответственно, на это, на это, в первую очередь, я бы и обратил ваше, ну, внимание, скажем, скажем так, да? Вот, потому что, по моему мнению, именно это является определяющим здесь фактором, вот, и с этим, соответственно, работать. Я думаю, я думаю, я думаю, что прямо вытекающим из того, что я сказал, является ответ на ваш вопрос, вот. Когда, как, вот, каких-то таких, ну, четких, если, вот, четких, если хотите, значит, структур, да? Вот, ну, на мой взгляд, нет, и быть не может, потому что еще неизвестно о особенностях, ничего неизвестно об особенностях вашей личности, ничего неизвестно о том, что вам нравится, вот, что вам не нравится, чего вы хотите и каковы ваши приоритеты. А именно это, именно это все, на мой взгляд, является тем, на что нужно обратить, обратить самое пристальное внимание, вот, для того, чтобы с этой ситуацией разобраться. Вот, как-то так. На этом все, я надеюсь, что вам это было интересно, надеюсь, что вам это было полезно. Буду благодарен вам за обратную связь по моему ответу, позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго, удачи, обращайтесь. Субтитры создавал DimaTorzok